Добрый вечер всем! Сегодня в студии Art Hall Television я, Александр Авербух. Сегодня вы видите, сегодня я один. Для меня это очень интересно будет понять, как можно вести передачу одному тоже. Извиняюсь заранее, что Сергей Вайсбург обещал прийти, и не получилось. По обоюдным причинам мы договорились, что он придет 20 мая. Так что не пропустите этот эфир. Я думаю, что это будет очень интересно. Подвести итоги чемпионата Европы, который прошел, и поговорить о серебряной медали Андрея Медведева в опорном прыжке. Ну и вообще задать правильные вопросы, с какого возраста нужно заниматься, чем отличаются сальто вперед-назад, что лучше. Так что все вопросы, которые вы хотите задавать или хотели бы услышать, задавать их, мы поговорим с Сергеем 20 мая. Он уже пообещал, что он никуда не денется. Он в стране, он приедет и он расскажет. Я хочу сегодня напомнить вам, что вы можете задавать свои вопросы и по WhatsApp, на телефон 0542-569-569, или пишите в Фейсбуке. И вообще ищите Спорт Шелану на Art Hall Television и в интернете. Запомните сегодняшнюю дату, это 6 мая. Это очень интересная дата, я расскажу вам, о чем она очень интересна. Это дата, которая войдет, наверное, в историю израильского спорта. Не из-за того, что я здесь сейчас веду передачу, а совсем по другим причинам. И хотелось бы отметить несколько вопросов, новостей, которые были за последнюю неделю. Ну, из всего, что было, естественно, мы говорим только про спорт, который наш спорт. Спорт, связанные новости, которые с видсерфингом. Старший тренер и комиссия по профессиональному видсерфингу решили, что на Олимпийские игры в Токио представитель от Израиля, это будет Иоаф Коэн, молодой спортсмен. Они вместе с нашим ветераном, так скажем, спорта Шахар Цубери пришли к финишу в Ровень. И старший тренер решил, что представлять Израиль на Олимпийских играх он дает молодому. Ну, я могу только поддержать его, конечно, потому что у молодых, наверное, больше есть рвение, что-то сделать, изменить. Ну, естественно, опыт, который есть в Шахар Цубери, который прошел три Олимпиады, это должна была быть его четвертая Олимпиада. Я думаю, что он мог бы тоже показать результат. Там интересная история, потому что у Шахара Цубери уже был норматив. Он был норматив в 2020 году, а в этом году, в 2021, им пришлось делать этот норматив по новой. И что делать этот спорт, я думаю, что этот вид спорта, который действительно возвращается на тот уровень, который он был до этого. И, естественно, не забудьте, что первая, единственная золотая медаль Олимпийская, это вид серфинга, который находится в топе израильского спорта. Давайте вернемся, и я хотел сегодня поговорить, рассказать вам про статус тренера, как я его вижу, что я думаю о нем. Если у вас получится задать вопросы, посылайте их по WhatsApp, по Facebook, после паузы я их соберу вместе и постараюсь вам ответить на эти вопросы. После того, как два года тому назад, потому что с короной все перемешалось, мы подавали в Роша Маму Тот. Вау, как же это по-русски, организация, что-то нам подскажет Роша Маму Тот, как это правильно перевести на русский, это как регистрация общественной организации. А сегодня мы все-таки добились и получили официальное подтверждение, что с 6 мая открыта федерация, организация, открыта организация тренеров Израиля. Я поделюсь тут с вами, расскажу, как это записано. Я буду вас держать в курсе, я думаю, что через эту передачу буду рассказывать много, что происходит, потому что со статусом тренера у меня, отдельная такая история, расскажу, как она вообще происходила. Я считаю, что если поставить ее как нужно, статус тренера и профессию тренера в Израиле, то у нас гораздо будет пи-пиштайм в 2-3 раза больше результатов на международном уровне. Также это будет представление Израиля вообще на геополитике. Я считаю, что это точка такая, которая должна дать большой прыжок всему израильскому спорту. Ну и действительно, есть молодые тренера, которые действительно хотят работать тренерами и выращивать новое поколение, потому что куда бы ни шло технологии, мне кажется, вот эта связь между тренером и учеником, и то, что ты переносишь, и опыт, и как ты это видишь, это, наверное, никуда не денется, как бы мы не хотели много информации получать из-за интернета. Все равно живое восприятие, тот же взгляд тренера, который должен тебе показать, что ты можешь это сделать, или ты должен это сделать, я считаю, что это действительно должно произойти. Так что вот такие новости, 6 мая, такой майский праздник, наверное, для всех. Ну, на израильском по-английски это, наверное, будет выглядеть так, Israel Coaching Association. Я думаю, что это приобретет, наверное, не только всеизраильское какое-то понимание, но и европейское, потому что те, кто помогал мне в этом, сделали, кто это сделал, это я вам расскажу, что это, кто подал, это был Ури Шефер, он раньше занимал должность в Рош Миналя Спорт, как сказать, ну, потом мы переведем, кто-то нас знает и еврит поймет правильно, он был, сейчас я быстро-быстро соображу, Рош Миналя Спорт, главный, главный, ну, подскажите мне в студию, Рош Миналя Спорт, быстро, мы что-то в Израиле. А в министерстве спорта, в министерстве спорта, кто возглавляет, глава, глава министерства спорта, который действительно у него опыт ведения, ну, наверное, общественных организаций очень большой. И вот так это все произошло, мы с ним подали документы в Рош Маму Тот, в организацию общественных организаций, ну, вот после короны со всей бюрократией мы все-таки добились этого, мы получили сегодня статус. Я вам объясню, почему это было так долго. Мы не взяли закон, закон этой организации стандартный, мы принесли очень много, и Ури в этом очень сильно помог, несколько моментов из европейских спортивных организаций, и также из мировых, из канадской организации, из венгерской, так что этот закон, закон этой Федерации тренеров, он обширный, заставляет, конечно, всех задуматься на будущее. Я думаю, что эта организация должна дать не только какой-то статус движение тренера в Израиле, я считаю, что это должно дать какое-то, может быть, понимание, что такое тренер, что он должен делать, как он должен делать, и мне это очень близко, потому что я вырос все-таки в спортивной семье. У меня папа, мама были тренерами по легкой атлетике, в общем, я вырос, видел, наверное, из всех углов, что происходит с тренерами. Ну и, конечно, когда я уже был, будучи здесь, в Израиле, расскажу такой хронокологии, которая происходила. В 2000 году у нас был такой, я был еще будущим спортсменом олимпийской сборной, у нас была встреча сборной олимпийской в Кенерите, в гостинице, мы сидели, разговаривали, и я знал, что у моего тренера постоянно, Валерия Когана, были какие-то проблемы, сегодня есть зарплата, завтра нету зарплаты, сегодня дадут, прыгнет выше, дадут больше, не прыгнет, будем смотреть, что делать. А мы все время видел, что у тренера есть какие-то бытовые проблемы, как назовем их, зарплаты, и когда есть тренер, который неуютно себя чувствует, я думаю, что любой спортсмен это, естественно, на себе это чувствует, и когда все идеально, тогда и результат получается тоже идеальный. И я тогда, будучи, разговаривающий только на русском языке, на иврите так, несколькими фразами, не побоялся встать и спросить, что со статусом тренера, что происходит вообще со статусом тренера, запомнилась, это был 2000 год, тогда мне сказали, что, Алекс, все, да, мы этим занимаемся, этот уже закон или какие-то правила уже предусмотрены, мы сейчас это поменяем, и это все будет сделано. Я вам вернусь на 20 лет, вернулся на 21 год назад, ничего не изменилось, ничего не менялось, но, естественно, наверное, финансирование каких-то топ-тренеров все-таки оно осуществляется. Министерство спорта переводит деньги, там, федерации, есть тренера, которые действительно старшие тренера получают зарплату, но в основном басис, который есть здесь, и обучение тренеров, и получение, наверное, и штальмует, таких называем, повышение квалификации, оно очень довольно-таки слабое, и, как бы, очень мало это проводится. Считаю, что очень много есть тренеров, которые очень могут организованно проводить большие семинары, ну, связанные, не знаю, может быть, с психологией, может быть, и, которые связаны для всех, можно говорить это про питание, которое тоже все связано, про какие-то другие моменты, вообще физическая подготовка, которая должна, ну, если это легкая атлетика, я бы посоветовал, наверное, и баскетболу, и футболу, и вообще всем видам спорта понять, в чем-таки все-таки секреты бега, отталкивания и всех-всех-всех направлений в легкой атлетике. Так что можете задавать вопросы, я потом это все отслежу, но будут вопросы, я отвечу, не будут вопросы, значит, мы продолжим дальше разговаривать. А после 2000 года, будучи тренером, получи ответ, что этим занимаются, и дальше-то никуда не двигалось. У меня был свой опыт, когда я здесь с моим другом, моли-малка, открыли спортивный клуб лехатлетический, это тоже общественная организация, я понял, что практически деньги, которые ты приносишь в клуб, ну, 70% уходит на содержание или на поддержку тренеров, я считаю, что это очень важно, чтобы дети, которые приходят, все-таки, чтобы у них были квалифицированные тренера, а не кто-то, который где-то что-то услышал, увидел, посмотрел в ютубе или еще где-то, и дальше приводит свое видение, свои знания, как бы детям. Я считаю, что вот в этом как раз моменте израильский спорт может выиграть, потому что все-таки здесь, может быть, это и правильно, ты заканчиваешь курсы полугодовой, годовой, и ты уже после опыта, может быть, личного, можешь идти тренировать. Все-таки на постсоветском пространстве это было все-таки степень, которая обучалась 3-4 года, и одна из основных задач, которые мы тоже проговаривали в этой организации тренеров, то, что это будет тоже требование внести и сделать все-таки степень, степень, первую степень, может, там и вторую тоже с образованием и с тренерским статусом в Израиле. Ну и после того, как из личного опыта, естественно, все это происходит, естественно, много я общался с тренерами из других видов спорта, я считаю, что без поддержки тренеров таких, ну, может быть, непопулярных видов спорта, как, может быть, штанга, не знаю, такие виды, как и легкой атлетики, метания, и, может быть, те же виды спорта, которые не очень делают количеством спортсменов, потому что в основном весь спорт в Израиле встает на базе кружков, и как бы, чем больше детей, тем больше у тебя, наверное, финансовых потоков тоже в спорте, но, смотрите, есть много примеров, допустим, в Европе простой кружок легкой атлетики, каких-то видов спорта есть даже не стоя денег, я общался с моими друзьями в Норвегии, они говорят, что это стоит 5 евро у них всего лишь, то есть только приходи, занимайся, я считаю, что спорт боя должен доступен, ну, естественно, если где-то в центре страны кружок спорта может достигать сумм таких, как 300-500 шекелей, это там 80-200 долларов, то в периферии это, конечно, совсем другие зарплаты, другие возможности, я, естественно, считаю, что там нужно больше вкладывать, и, естественно, больше будет результатов, ну, вообще, строение всего спорта, я думаю, что оно, оно можно смотреть с разных видов, но для того, чтобы первый раз, когда я себя спросил, Алекс, если ты хочешь что-то поменять в израильском спорте, хочешь действительно что-то сделать, ты не можешь сделать много вещей, нужно их сделать 1-2, и вот именно точка, которую я поставил себе, это как можно больше усилий приложить и действительно поменять это статус тренера или профессию тренера в Израиле, и могу вам сказать, что, ну, он, наверное, не помнит, я могу, у меня эта идея была уже давно, мы сидели, обедали в столовой вингите, сидели рядом, я делился своей идеей с другими, спрашивал, что нужно сделать и как, и это не выдуманная история, Ури Сасон, который мы до Олимпиады, еще это был, наверное, 2015 год, он говорит, Алекс, нужно просто поднять перчатку, Рима, это кфафа, а за это дало мне тоже такую мотивацию продолжить, потому что, когда ты получаешь такие фидбики или какие-то поддержку, поддержку, действительно, со стороны, это дает тебе больше силы, действительно, ты понимаешь, что это можно сделать. И я думаю, что это дальше-то будет продолжаться, это будет дальше двигаться, ну, по мере его продвижения, потому что это организация общественная, чем больше тренеров вступит в эту организацию, тем больше у него будет сила воздействия, воздействия, я не знаю, и финансовая, и ты можешь показать, что действительно это важно людям, а не то, что там кто-то, несколько человек думают, что они могут изменить мир. Я думаю, что это действительно можно сделать только вместе. Так что будут новости, следите, я думаю, что это будет, рассказывайте новости со своим знакомым, друзьям, и помните, что 6 мая это такой старт статуса тренера в Израиле, я думаю, что это будет действительно, действительно большим толчком, наверное, в спорте, потому что мне очень важно, чтобы и детским спортом, и в основном, конечно, потому что там закладывается база, база очень много техническая, и поэтому на уровне тренеров сборных, я думаю, что там и федерации могут подключаться, ну, а как это будет дальше, я думаю, что в процессе, в процессе становления это будет более понятно, потому что, я вам сразу могу сказать, это не будет система, которая была в постсоветском пространстве, но это действительно можно взять самое лучшее, это не будет так же, как и в Европе, я считаю, что здесь совсем другая ментальность, совсем другие условия, не такие, как в Европе, допустим, очень много есть учителей в Финляндии, которые зарплатуют, зарплату очень большую, так они после своей работы приходят и делают, быть надвут, быть надвут в волонтерскую, как бы работу тренерскую с детьми, почему бы нет, но здесь такого не происходит, все хотят зарабатывать, считаю, что здесь должна быть какая-то действительно база правильная, ну и смотрите, дети, они как, наверное, губка, то, что им даешь, они впитывают, и действительно хотелось, чтобы профессионалы давали много знаний, и это происходило, то есть это у меня такая тема изнутри, и я хочу, конечно, поблагодарить всех, кто был в становлении этой организации, это и адвокату Децела, и все-все-все, кто был, кто первая анала, первая, анала, первое руководство, которое пришло, и которое делало это все тоже на волонтерских основах, на волонтерском своем времени, так что это, это самое лучшее, ну, напоследок, перед паузой, я вам расскажу такую интересную историю, вот у нас есть передача, вроде как 5.93, это мой личный рекорд, ты в прыжках в шестом, а я вам расскажу все-таки, что такое 5.93, 5.93 я прыгнул в 2003 году, это было очень интересно, во-первых, я поехал на этих соревнованиях без тренера, здесь я говорю сейчас о статусе тренера, как это важно, на этих соревнованиях, где я прыгнул 5.93, Валера Омановича, который был моим тренером, не поехал, не смог приехать, а я поехал один, и такое было состояние, довольно-таки интересно, то есть ты был собран только сам для себя, начальная высота была 5.53, я думал, ну, надо постараться, перепрыгнуть в начальную высоту, продолжить дальше, прыгнул, следующая высота была 5.73, и я говорю, ну, нужно вложиться в этот прыжок, 5.73 уже достойный результат, можно быть где-то уже в середине соревнований, это было супер-гран-при в Мадриде, я прыгнул 5.73, следующая высота 5.83, я думаю, ну, ладно, можно шест поменять, взять шест пожестче, прыгнуть, помогали ребята, которые были в секторе русскоговорящей, всегда была поддержка, там, ребята, кто прыгали с Украины, с России, ну, естественно, были и дальние зарубежья, Австралия, Германия, те ребята, которые действительно приехали, говорили по-русски, а с 83, я уже не помню, с какой попытки прыгнул, и 5.93, как обычно это происходит, что делать на этой высоте, которую ты никогда не перепрыгивал, и произошел прыжок, и я перепрыгнул, ну, и потом, естественно, это до сих пор, это рекорд Израиля, и мы все время всегда вспоминали, брать с собой тренер на соревнования, или нет, ребят, я считаю, что действительно поддержка всегда должна быть, статус тренера, это очень важно, и очень много он может поменять, в свое время, я думаю, что, как это будет происходить в Израиле, у меня, я знаю, как это хотелось бы видеть, я считаю, что должны быть ставки тренеров, сколько должно быть ставок тренеров, это уже отдельный вопрос, но мне нравится такая, такая цифра, как 100, давайте начнем со 100 ставок, это небольшие деньги, и все спрашивали меня, где ты их возьмешь, ребята, если бы у меня эти были деньги, я бы их нашел, я думаю, что в нашей стране есть возможность поддержать тренеров, которые действительно выращивают будущее, я думаю, что эта профессия никуда не денется, она останется и будет, так что, очень рад, что сегодня 6 мая, сегодня я здесь, вместе с вами, этот праздник для меня, когда я первый раз услышал, мне позвонили, сказали, что это, сегодня разрешили статус тренера, я не знаю, сколько я прыгнул наверх, может быть, и побил свой рекорд, так что, давайте сделаем паузы, после паузы, я вернусь на несколько минут, расскажу, отвечу на вопросы, ну и будем продолжать двигаться дальше, не забывайте заниматься спортом, естественно, под руководством лучших тренеров и инструкторов. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 прохладное лето чуть теплое вот поэтому мотоцикл здесь у людей как правило круглый год ездит в отличие от других стран такие страны как россия например имеют серьезные трассы в казани которые с функционируют только в летний период израиле есть такая же трасса и не 1 опять же там существует в этой ассоциации тренера инструктора которые занимаются всем этим делом вот будет ли ассоциация коучеров и инструкторов именно иметь какие-то отделения связанные с техническими видами спорта с морскими видами спорта ну конечно смотри эта организация становится сейчас и как бы приглашает всех тренеров инструкторов по всем видам по всем видам спорта потому что это должен быть какой-то общий стандартного стандартных разных потому что за на это отдельно взятого вида спорта и олимпийский или и не олимпийский и инструктора допустим струк по пилатису инструктор по в тренажерном зале есть очень много вещей которые там не знают как правильно выставлять часы сколько должно получать как бы они не защищены у тебя уволили не уволили то есть это будет такая не знаю как бы что она выльется но мне кажется зависит от того от людей которые будут приходить и будут будут наверное быть участниками то с ней не я то что встал сделал и вот сейчас мы сейчас будем это решать должно быть и заниматься конечно адвокатская какая-то часть должна быть потому что вместе с министерством спорта вместе с федерациями я считаю что затронул моторный вид спорта естественно что там происходит то есть какое-то вместе найти то есть обмен обмен той же элементарной информации которая есть у них какие-то упражнения какие-то еще вот объединения действительно вот этих тренеров ну и наверно поднятие вот это вот флага считаю что спорт может принести большую рекламу геополитику стране а валь не валь а кто это может делать с на тренера которые свои знания передают и одно из моментов который меня очень продвинуло то есть ты видишь что даже то алия которая приехала привезла знания эти знания просто сейчас уходят так скажем в песок потому что не передается следующему поколению потому что следующее поколение не может идти работать тренерами как бы на полной ставки до были такие высказывания тренер в израиле это добавка к зарплате то есть ты работаешь на одной за работе пришел туда чуть-чуть так подхалтурил потому что ну как бы не хочется есть виды спорта действительно которые построены на на кружках и они зарабатывают очень много то есть есть виды которым но не нужно им вот этот статус тренер ребята это мой бизнес я хорошо зарабатываю не нужна эта зарплата какие-то какие-то рамки но в то же время есть виды спорта очень индивидуальный который ну не так популярно да почему бы не дать несколько ставок на эти виды спорта чтобы действительно люди могли развивать его разговаривать ну штанга допустим вот она вот уже но не популярно поднимать эти большие килограммы и вести ну кроссфит окей кроссфит но если ты проверяешь кто как бы идет в штангу то есть нету тот же легкой атлетик который ближе ну молот кому нужно молот брать этот 7 килограмм вокруг головы и куда ты его кому это не это надо это действительно нужны стадионы не знаете виды не времени какие виды спорта может быть какие-то есть виды спорта популярны ну не знаю ну тот же допустим взять если теннис большой действительно наверное есть таланты но там это все на частном уровне и кружок мы отстоит наверное ну так скажем от 200 долларов и ты там можешь дойти до трех четырех тысяч долларов в месяц платить со всеми разъездами ты должен прийти туда ну и потом они естественно зарабатывать больше но это такой вид спорта для ну так-то для для состоятельных и в этом плане я вижу связи с этим вопрос смотри у меня есть очень близкий пример это мой средний сын который которого мама очень пола его мама очень много потратила времени на его воспитание особенно спортивное воспитание 6 лет он занимался водным пола и возрасте 14 лет он был уже претендентом на звание капитана юношеской сборные москвы значит и потом какое-то количество времени им был кто он бросил я задал вопрос миша скажи пожалуйста ведь у тебя были такие серьезные успехи там то есть как бы ты был фактически капитан сборной команды даже не просто команды москвы сборной команды москвы московской области ответ был очень интересный пап не было мотивации то есть я считаю что в любом виде деятельности должна быть какая-то мотивация вот время когда ты совершал свой рекорд я так понимаю что мотивация была не столько финансовая мотивация была какая-то другая ну и финансовая тоже естественно насколько я понимаю потому что спорт все-таки как ни крути это достаточно серьезное шоу достаточно серьезный бизнес которым все это версия и мне кажется что занятие любым видом спорта оно должно иметь какой-то цель мотивацию который ребенок там или юноша идет например тот же самый бодибилдинг то есть был шварценеггер был стал он и все хотели все смотрели фильмы да 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 пока тоже висел дома и это были все хотели стать вот как они и это была достаточно серьезная цель а в сегодняшней ситуации я так понимаю что все что связано с большим частью большей частью видов спорта в израиле по большому счету это какие-то частные инициативы то есть получается что создание такой ассоциации приведет к тому что создастся некий профсоюз профессиональных инструкторов которые будут заниматься на профессиональному то есть у них как бы то есть перестанет быть идеи сколько зарабатывает фотограф израиля смотря кем работает и то же самое так понимаю с инструкторами то есть я очень много слышу же там люди тренируют например в том же даже теннис и у меня есть друзья например в натане теннисный клуб и там люди днем где-то работают а вечером они там тренируют людей как правильно играть хоккей хотя имеет достаточно серьезные достижения в этом виде спорта то есть это все-таки планируется профсоюз то есть не замена министерства спорта не это такая организация которая при объединении все-таки даст даст такое движение правильно то есть когда ты организовываешься ты приходишь и я думаю что здесь даже есть более связанная как бы я смотрю дальше даже экономическая да ты можешь группой людей выбивать и какие-то условия какие-то скидки еще что то потому что это действительно это моя как бы слабая часть этот экономическая но я думаю что здесь это тоже будет иметь ввиду и ну и помощь специальный консультант в любом а помощь ну не знаю административный допустим на то есть не все не могут себе позволить допустим даже взять адвокат это проблемах с работодателем я думаю что эта организация тоже будет заниматься этими мелкими вопросами в основном развитие профессиональной части проведения семинаров проведения обмен информацией и про водное поло тоже тебе интересную историю такую такую могу рассказать в израиле ребята как так с плавание у нас на хорошем уровне а водное поло так себе почему какой-то пловцы которые не могут и нет басис очень хорошего плавания почему он не может отсюда вроде перейти водное поло и может быть там раскроется будет команды будет чтобы он перешел отсюда сюда и это как бы уходит спортсмена я теряю все остальное то есть это как бы параллельно это не может существовать я считаю что ну да то есть по мне почему нет занимайся ты упадут маленькая может быть результат спринт какой-то может быть у тебя больше развита там водное поло то тоже игра и между прочим сейчас не ошибаюсь в 20-24 году молодежный линьерский чемпионат европы будет чем от европы будет проводиться в израиль то есть все таки можно можно этим видом спорта тоже заниматься потому что количество которое занимается плаванием и параллельно может быть даже на детском уровне почему бы нет почему бы не вырастить большую большую команду но опять же тут параллельно стоит вопрос а что с нашими с нашими спортивными сооружениями да тоже бассейны то есть ты же плаваешь это гриша нет мы сегодня будем заниматься водным полом а ты будешь заниматься водным полом на моих дорожках ты должен все дорожки закрыты там по 10 человек на дорожке каждая дорожка который ты стоит и снимаешь поплавать она по моему там вода просто золотая я считаю что здесь ну может быть этот организация возьмет себе даже часть какую-то продвижение действительно и условий и и каких-то условий для для тренеров чтобы действительно любой талант который хочет куда спится до достичь чего-то мог выходить хотя я считаю что это не будет вот вот так вот стандарт какой-то что я не хочу делать закрывать этот вид спорта как в одной какой-то чашки и все он должен тоже развиваться довольно таки динамично экономически здесь растет там нет спонсоры пришли здесь но баба сис какой-то для молодого тренина тот тренер который хочет этой профессии заниматься чтобы он получил какую-то экономическую поддержку со спины чтобы у него была экономическая поддержка от страны сказала мы хотим чтобы ты занимался чтобы ты делал после определенных на каких-то достижений игра что алекс ставка тренера это очень ты так далеко загнула ну то что когда ты сказал была мечта и существует мечта что мы открыли эту ассоциацию я думаю что и прийти можно сделать спокойно ставки тренеров и регулировать сколько надо то есть экономическая какая-то движуха должна быть потому что должен делать это результаты должен искать талант должен все-таки что проходить но чтобы допустим ты после обеда был тренером а с утра может быть даже приходил кита делал проекты в школах потому что мне кажется как помощь преподавателю физкультуры или какие-то часы брать должно быть это это должно быть я могу сказать что профессия тренда не так ты сидишь на на скамеечке и все совискнула куда-то конечно ты обучаешься ты двигаешься ты делаешь какую-то выстраиваешь систему и очень много мне кажется здесь очень слабая то есть есть . науки которая мало участвует в жизни в жизни спорта потому что заказать какую-то биомеханическую раскладку заказать у кого-то биомеханика в том же прыжках но это это дорого стоит это просто не знаешь куда это взять это очень очень важно то есть на сегодняшний день вот ассоциация сейчас она уже выходит она уже существует она будет делать основной упор на поддержку государства или на основной упор на поддержку частных каких-то инвесторов относительно результатов то есть насколько я понимаю любой инвестор который вкладывает деньги в той или иной предприятия в данном случае спортсмена данном случае в спорт данном случае своего тренера он будет смотреть на результат то есть грубо говоря если ассоциация имеет определенные штаты из инструкторов в различных и тренеров различных областях и она рекомендует и вот она как бы представляет качественный продукт прекрасно понимаю что как бы человека если представили и он не даст результаты со своими спортсменами то денег просто смотрел на что любой кто сейчас захочет сказать вау алекс такая идея мы хотим тебе помочь потому что сейчас все это строится это действительно нужно поднять сайт поднять какие-то то чтобы текстуры большой большой став делается все это как как я например это делаю быть над вуд вот там как волонтерская работа это раз это тоже как бы нужно смотреть что все кто заходит волонтерской потом эти могу сказать что тренера которые живут в израиле у них несколько есть мест где они могут как бы зарабатывать инструктора у них тоже есть работодатель тренажерный зал и там знаю фитнес-зал и все остальное мат нас и люди мат нас и частные люди ну ты как договариваешься как бы здесь во первых то у тебя здесь есть спортивные клубы может быть к спортивным клубам привязать во первых у тебя есть тренера который работает в муниципалитете то здесь тоже непонятно как они должны чем кто должны чем и как что он должен в одном статусе они находят ему дают зарплату допустим в любой муте и ты пришел ко мне в амуту говорю окей стас договорились ты будешь получать там 8000 хорошо почему не 6 почему не 12 как бы тоже какая-то регуляция через видимо относительно минимальной зарплаты но где-то где-то да но думаю что здесь не нет организация не будет бежать впереди паровоза на что что должна быть очень правильным партнером с государственными структурами которые прошли что ребята сделали потому что могу тебе сказать что в министерстве спорта израиля там работают по моему один или два человека который отвечает за министерство ну не может человек просто физически это сделать есть организации есть люди которым это важно и которые хотят сделать и это должно двигаться потерял какой-то вопрос который ты мне сейчас спрашивал папа но здесь в этой всей в этой всей ситуации но я был приблизительно подобные организации на правда когда получал статус инструктора по дайвингу это был подводный клуб мгу вот очень превратившийся в дайверу это самая серьезная организация в россии занимаешься дайвингом они на северном полисе они должны были выйти к нам эфир но к сожалению дима орлов летел как раз вот на байкал нырять под тот самый лед и о которой вы говорили для значит и ситуация там была какая сначала этот клуб создавался просто по интересам потом это превратилось серьезное коммерческое предприятие и дима очень интересно совершенно не стесняясь сказал ведь мне не надо выходить за рамки клуба чтобы решить какой-то скажем вопрос то есть у меня есть адвокаты у меня есть строители у меня есть люди всех профессий там около по моему там 30 или 35 тысяч человек у него членов клуба которые гордо носят надпись да и вру у меня тоже есть такая майка я тоже отношу себя к ним и скажем так когда возникает то есть вот приблизительно такая же схема я так понимаю ожидает ассоциацию то есть в ассоциацию будут приходить не только инструктора но еще и люди заинтересованы ну я думаю что да как бы она будет открыта для всех кто приходит как бы на только сегодня на только открылась мы еще не не сделаешь пока не пакетов нету не рекламных пакетах ничего не только это была идея которая должна была так скажем сложиться до короны тут и корона сыграла свою роль все никто не работал все же это делается через госструктуры госструктуры вышли в халат на неоплачиваемый отпуск потом вернулись потом зашли это как бы тоже сыграла свою роль но считаю что все что не делается все что делать делается как бы к лучшему появилось больше времени на разработку всей конце подождать чтобы понять что это действительно ты хочешь иногда ты знаешь мы делаешь от эмоций да это нужно то ты понимаешь прошло два года после того как мы там у нас была конференция который мы заявили что это организация открывается значит два года прошло и не принципе ничего не изменилось люди также спрашиваю что там случилось игру ждем 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 и сегодня это случилось его мы что не пойдет то есть они кто пойдет как говорится есть такая пословка пословица спасение утопающих дорогу к самих утопающих кто хочет действительно поднять эту профессию тренер он придет он будет говорить он будет что-то спрашивать он будет что-то делать он путь что-то это я думаю что здесь вот в этом движение но куда-то вырастет они не всегда я думаю что будет но в основном это как бы то что допустим не требует больших допустим финансов но это семинары это какие-то встречи такой-то организации помощь друг другу допустим ты знаешь что в твоем городе открылась к эта ставка тренера а я ищу ее откуда я узнаю с какой-то обмен это такая даже соцсеть внутри и это тоже как бы все все моменты которые связаны я считаю что ну может быть пришло время может быть это действительно должно быть сложиться я ну тогда тебе маленький рекламный блок от нас вот смотрите значит создается ассоциации ассоциация будет рассчитана на серьезные результаты соответственно уровень первых людей которые в этой ассоциации будут представлены он будет очень очень высокий теперь представьте у вас дети вы сами может быть и обладаете какими-то спортивными достижениями с чем-то еще вот сегодняшней ситуации поддержать такую ассоциацию это фактически встать у ее начало я и соку то есть поддержать ее нужно и материально поддержать можно ее там физически у кого-то есть там какие-то варианты помещений что-то еще такое где заниматься что-то еще есть вопросы связанные с юридически есть вопросы связанные экономически вот дорогие уважаемые телезрители и радиослушайте я вам советую очень прислушаться к этому вопросу я думаю что господин авербу в ближайшее время создаст некую такую хоть как минимум страничку в фейсбуке на которую будут стекаться вопросы и какие-то предложения и вот на самом деле может быть начать именно с того что сделать в фейсбуке страницу ассоциации пригласить туда людей которые могут принести действительно сериальную позу ну это тоже это тоже будет я думаю что информационным и все равно будем пользоваться твоим гостеприимством рассказывать здесь рады вас и как ты видишь мы все время приглашаем гостей это на в основном практически администратором не сделаешь на своей странице вот идея смотрите на самом деле не только же стоит воспринимать спорт как некая такой вот олимпиады там еще что такое спорт нашей повседневной постоянной жизни спорт очень сильно помогает в том что дети например которые занимаются спортом это я по своему опыту исключительно могу сказать я никогда не говорю что по странам мои дети занимаются спортом и средний младший старший недельник вот он больше языком трепется в папу наверное хотя в отличие от папы языков знает много но тут смысл в том что опять же повторюсь вот в сегодняшней ситуации я советую очень серьезно задуматься над вопросом того что чем бы мы вы конкретно вы взяли бы и смогли бы помочь с ассоцией как минимум как минимум хотя бы информационной поддержкой мы на нашем канале арт-холл телевизион будем постоянно давать информацию я думаю что это станет как отдельный какой-то любой будет рубричкой такая рубль не будет потому что много будет информации садевать его будет некуда это будет информация я думаю что здесь будут гости и велика говорящий по-русски это не проблема как бы все уже кто-то знает не знает это уже не столь важно и будут обязательно будем говорить что происходит что было это будет уже одно из таких постоянных на михих нибудь рубрик или какие-то анонсы тоже вести так что то есть наша передача спорт шелан я говорю наши потому что я допускающий режиссер всего это дело скорее всего каким-то одним уже стабильным чаптером у нас появится отделением у нас появится информация о том что происходит в ассоциации как она двигается что что чего как то есть саша придется давать постоянный отчет чего за этот неделю мы достигли добились во первых смотрим значки поддерживать все что не делается как бы смотри сегодня четверг это не произошло вчера ли сегодня позавчера это произошло именно сегодня сегодня 6 мая зарегистрирована насколько ты к этому шел я не знаю просто шел ну я то что рассказывал что через опыт который который я насобирал за это время но как бы дала мне путь что делать с израильским спортом сказал статус тренера изменить и и все просто начнем залетать просто он двинется это будут больше возможностей финансовых клубах кто не содержит тренером будет куда-то там на новые покупать тренажеры новые какие-то технологии внедрять он будет производить может быть не сборы не три дня не собирать кучу денег с родителя будь к это субсидированы это некая организация всего происходящего процесса и опять же я так понимаю что вот эта история становится практически такой маленькой соцсетью которая очень серьезно помогает как инструкторам так и потребителям их продукты я даже не знаю как назвать студент но я я считаю что давай возьмем еще несколько лет что потом одна из проблем когда ты с тренера будут содержаться не знаю там каким-то фондом может быть может быть и при министерстве или еще какие-то то есть при твоей же ассоциации может быть и там тоже такой же будет но получается что по мне как бы моё видение на много лет вперед чтобы спорт был доступен чтобы он стоил те же там 20 шекеля не знаю как кофе попить приходите занимайтесь это как бы здоровья нации по большому с этой говоришь ну и опять же это престиж я очень много ну мне там не довелось снимать немножко спортивные мероприятия я видел лица людей которые поднимут не мне тебе рассказывать извини у нас вот вот есть то есть я себе представляю вот твои ощущения когда ты поднимался на пьедестал понимаю что ты сделал то что другие не могут сделать и играет гимн той страны которую ты представляешь вот проговаривая ту тему которую мы сейчас ты гришь подиум потом я возвращаясь назад у меня был детский тренер супер отношения спортивная семья скажем но мне повезло с тренерами действительно у меня были топ тренера я каждый мне дал вам что-то что-то свое хотя они не убирают того что мы сами были оставь у меня та же самая история то есть тем людям как и благодаря которым я пришел вот в два вида спорта который занимался это дайвинг сверх глубоководный там погружение техно-дайвинговый вот и мотоциклы насколько все всю жизнь ними занимаюсь там катаюсь и на спортивных мотоциклах и на треках катался вот действительно вот очень очень безумное количество прямо я бы сказал даже основа всего что достигается потом она зависит от того первого инструктора которому ты или тренера которому ты пришел это очень если он тебя не обломал вот даже небольшое такое отступление у меня очень у нас сейчас стоит совершенно замечательный рояль и приходят очень многие люди и у них звучит обязательно а ты занимался рай да конечно я же еврейский ребенок ну и как да ни за что в жизни в тот последний день когда я доиграл у меня первая учительница лупила меня по рукам заставляла меня заниматься еще я называю это вариант когда какая-то вот может быть даже хорошая инициатива неумелым тренером и инструктором самоучкой то есть в египте например есть замечательные истории если ты не хочешь чтоб твоя жена ныряла отдай ее арабскому дайвинг инструктор не потому что он араб а потому что у них совершенно другая школа другое отношение вообще к происходящему местные инструкторы они такие веселые там что-то там маска потекла там еще что-то плевать господи топи и топи все деньги вот и люди выходят оттуда и говорят что все я вот туда никогда вот это действительно самое страшное воинствующий дилетант который пришел и сломал чеку будущую судьбом там тоже в этом спорте каждый тренер наверно чувствует из опытом естественно я когда разговаривался с папой с тренером как бы заслуженный тренер там советского союза россия по муску папа как у тебя там результатом 1 группа разбежалась перед вся первая группа 2 было ничего третье уже как бы давала результаты потому что я так понимаю на второй группе он делал опыты а третье уже пришла к той системе который давал результаты мне тоже повезло что я уже был в третьей в третьей этой группе потому что ж ты нас с отцом ну и поэтому вот такая профессия которая не может быть что ты там есть конечно талант тоже ребята которые могут естественно те зависит какой талант к тебе придет чтобы понять свою то есть тут должно сложиться две звезды вместе и тренерский опыт и опять же свой личный личный пример он всегда то есть я понимаю что там разговаривали ты со своими студентами им как бы не надо доказывать чего ты добился и собственно говоря это очень сильно много зависит когда ты приходишь к тренеру а твой тренер имеет очень серьезный статус то есть я так понимаю и ассоциация первое время не знаю как будет дальше но скорее всего мне так кажется что первое время ассоциация будет стараться привлечь максимальное количество инструкторов именно с какими-то международными статусами него неуместными но я считаю что потом мы как бы вступим а по проговорим тоже первый этот шаг действительно сделан сейчас будет какие-то мы попросим чтобы про нас написали рассказали будем везде и фейсбук на всем что можно говорить что присоединяйтесь то есть нужно сначала то есть она только открылась нужно открыть еще счет в банке и понять как бы что людей записывать то есть коходом какие-то люди должны присоединиться чтобы это все прописать по по всем и хотя мы до этого уже очень много работы тоже было проделано мы встречались с федерациями несколькими федерациями которые сказали ребятам поможем мы общались с макаби апуэль перказим как их по 1 русский перевести и общественные спортивные общества общества макаби апуэль и которые сказали все что мы знаем там про тренеров мы обязательно передадим информацию то есть то есть поддержка серьезные есть я думаю что очень снимаешь лапу ты говоришь что кто хочет присоединиться делал издать и толчок и поддержку финансу потому что мне кажется это организация должна очень двигаться быстро двигаться вперед чтобы чтобы не не столько пугать на месте сделать потому что это действительно все что будет а делается не делается для какой-то группы людей которые что-то решила сделать я думаю что здесь правильно видишь что это это как коснется каждого сеть социальный как каждого социальная у меня здесь тренер хорошие здесь он этого ездил туда знаю сколько это получится в в рамках изра израиль как бы все-таки здесь экономика двинется но я думаю что это будет здесь очень серьезное отношение у людей к спорту тут даже есть люди которые в офис в рабочее время там выделяют определенное количество рабочее времени приглашает инструктора там занимается в израиле достаточно серьезное отношение к спорту как к качеству своей жизни вот и в данной ситуации я бы не сказал что даже финансовое скажем так вложение в твою ассоциацию там же не только финансы там может быть и разные варианты помощи ассоциации так мне это да это одна из таких идеи это собственно говоря идея как бы того что если поддерживать эту ассоциацию на перспективу будущего там просто даже тему те у кого подрастают дети тут сразу возникает я немножечко даже выйду сейчас за временные фильм поскольку я могу позволить себе это сделать здесь именно ситуация что в том самом рекламном блоке который у нас будет и он будет крутиться у нас на арт-холе мы готовы на странице арт-хола предоставлять и какую-то текстовую информацию и визуальные картинки все остальные надо понять что и как ассоциации какие предложения у них есть для людей которые смогут их заинтересовать для того чтобы максимальное количество людей пришло но даже просто как зрители на какие-то ваши мероприятия что-то еще потому что но однозначно что-то будет организовывать какие-то встречи я думаю что там столько всего можно делать я просто даже не знаю насколько это все куда это выльется но это выльется точно во что-то очень хорошие сруйные тут как говорил наш литературный герой чует моя что тут что-то вкусное есть вот ну скажем так и вот знаешь как в стиле интервью такого блогерского вот у тебя группы студентов вот ты сказал что папа 1 развалили а твои как у тебя началась твоя тренерская деятельность ну смотри такая она тоже потому что ты не мог полностью сконцентрироваться здесь потому что я все таки ну не знаю общественная такая личность и мне много много всяких проектов я везде хочу успеть не знаю максималист такой если что-то нет значит надо дальше продолжать 100 маленьких овербухов это не один большой овербух и как бы я начал ну смотри очень много привел действительно ребят легкую атлетику в прыжке шестом которые достигли до дошли до уровня сборной сборной израиля девочка как шеф рекордсменка начинал у меня она потом перешла к другому тренеру пошла у тебя и тренировалась и в польше она сейчас рекордсменкой и зале тренируется вот тоже моего друга семенова константина как бы продолжаем условия должны быть другие так что я ну я тружусь и так почти так лавирую я тружусь стараюсь но мне кажется здесь должна быть более более система как бы тренерская большая чтобы действительно не всегда зависело от меня потому что ребенок сегодня пришел завтра не пришел опты уже падаешь потому что нас учили так одну тренировку пропустил то не то что ты одну сделал и вернулся ты на две тренировки ушел назад и поэтому здесь один шаг вперед назад то есть как бы сама система она не очень так как бы построена но могу сказать что дзюдо который действительно сейчас сделал свою систему и система дает результат тренер который пришел вид серфинг сейчас вывела ребят на новый уровень где они были это его система наверное который система есть некоторые виды которых нет систем ну и я считаю что и в это тренерская ассоциация думаю что она сделает какую-то свою лепту она ведет это может быть новый стандарт может быть еще что-то в школьную физкультуру которая должна быть там совсем на другом потому что кувырок вперед кувырок назад стойку ноги на голове меня научили в школе ну преподаватель физкультуры надеюсь что здесь то тоже можно выйти на какой-то уровень и окей я думаю что мы на этом я передам заключительное слово александру потому что мне надо пойти это все выключить из эфира спасибо тебе большое что там пришел в студию но у меня были свои шкурные вопросы потому что это связано не получил еще раз поздравляю от всей души с реализацией вот реализация мечты это очень 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 серьезный стимул для того чтобы продать продолжить что-то достигать дальше я тебя желаю максимально эти желаю там вот вот не знаю чтобы твои ученики тебя перепрыгнует знаешь так тихий тихий там привел 693 но и ты привел за руку ученика сказал бот вот что такое наша ассоциация тренеров почему мы добились и так 6 мая запоминаем это день рождения ассоциации тренеров израиля перевожу ее на русский язык вот и пожелаем им максимальных успехов я вас оставляю с александром и иду вырубать секунды эту историю да спасибо большое что вы были с нами это спорт шилану на арт-холл телевизор с нами был сегодня присоединился стас главный редактор и вообще хозяина студии очень приятно что здесь все такое в теплой атмосфере так что спасибо всем спасибо всем кто слушал нас смотрит нас увидимся на следующем деле всего хорошего а